Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из Канады. Не смотрите на странные надписи на китайском языке. Канада готовится к китайскому Новому году, поэтому вот везде развешаны вот такие вот плакаты с разными надписями. Я не знаю, что они значат, но я надеюсь, что что-то хорошее, видимо, какие-то хорошие пожелания к Новому году. Ну, в Канаде принято отмечать все-все-все праздники всех-всех национальностей и народов, которые здесь живут. Вот. Проходями магазина Сен-Лоран, я заметила сумку. Помните, я вам рассказывала про Гуччи Джеки? И вот Сен-Лоран тоже сделали очень похожую сумку, очень похожую. Просто вот удивительно, насколько все даже дорогие бренды умудряются друг у друга как бы сплагиатить дизайн. Я иду сегодня в магазин Кос и беру вас с собой. Проходями витрин, я обратила внимание, что надпись о большой распродаже вот снята. Она висела вот здесь вот, приклеенная к стеклу, а сейчас ее нету, значит, я думаю, что распродажа уже тю-тю. Но ничего, посмотрим, что есть в новой коллекции. Некоторые эти вещи мы уже видели, вот эти кардиганы, розовый свитер с большими такими странными вырезами, вот этот кашемировый свитер. Но у меня не было возможности примерить эти вещи, потому что я все-таки была как-то сфокусирована на распродаже. А сейчас, в принципе, вот как раз распродажи уже нету, поэтому, ну, практически там я вам в конце покажу немножко. Так вот, сегодня будем примерять вещи из новой коллекции, которые я давно собиралась, хотела примерить, но никак у меня не доходили руки, а сегодня наконец-то дошли. Вещей еще не очень много, вернее, как-то, видимо, много чего ушло на распродажу, новых, так сказать, вещей осталось не так уж и много. Ну, вот есть небольшая распродажа, остались какие-то украшения, остались некоторые платья, какие-то свитера, ну, совсем-совсем мало, вот только вот такой вот корнер, совсем крошечный. А теперь приглашаю вас со мной в примерочную. Я вас всех приветствую из магазина Коз. Нам неслыхано сегодня повезло, нам досталась большая примерочная. Ну, вернее, не то, что нам досталось, я просто пошла в нее, никого не спрашиваю. Обычно я, когда несу свои вещи, они меня начинают там, вот, иди туда, иди сюда, а тут никого не было на входе в примерочную, и я, как бы, зашла сама. Потому что, если я прошу большую примерочную, они очень часто говорят, что это инвалидная, и, как бы, мы не имеем права вас туда пускать. Ну, ой, девочки, у нас столько всяких правил, я вам могу передать. Но, вот, по факту, если меня отсюда не выгонят, то у нас с вами просто не примерочная, а просто футбольное поле, можно сказать, танцевальный зал в разряде примерочных. Так, я вам показывала, распродажи почти нету. Ну, новая коллекция еще такая, ну, как-то даже раньше было больше, по-моему, что-то раскупили. Ну, вот я кое-что нашла. Давно, очень давно хотела примерить это платье, очень надеюсь, что у него влезу. Два кардигана очень косовских таких характерных, еще одно интересное платье, и вот такой вот свитер, который я тоже давно-давно хотела примерить, и все ходило вокруг него кругами. Мне просто интересно, что вот это вот все, вот как вот это вот все будет выглядеть на теле человеческом. Так, я сегодня по-зимнему очень вот так вот, потому что у нас холодно, у нас скользко, у нас, в общем, неприятная погода. И немножко изменила своему стилю, своим каблукам, своим юбкам, своим платьям, и вот пришла вот в таких вот ботинках. Очень нехарактерный для меня фасончик. Но я купила в прошлом году и решила, что надо начинать, как бы, следовать моде уже, да, не ходить, как дура в каблуках. Уже никто так не ходит. Хотела надеть пуховик ко всему этому, но, значит, каблуков, как дура в каблуках, это была шутка, вы понимаете, да? Хотела надеть пуховик, но вот в этих вот ботинках и в пуховике, и вот таких вот заправленных джинсах, я выгляжу просто вот как тракторист в этом... фуфайке, тюбетейке, нет, нет, забыла слово, ну, вы знаете, да, вот. Забыла, как называется. Напишите мне. Тепла, телогрейка, о, тепла, теплогрейка, телогрейка. Как тракторист телогрейки, поэтому решила надеть шубу и сделать такой гламур. Гламур такой на минималках. Все, давайте примерять. Раздеваемся и начинаем примерку с чего? Наверное, с ковца, с витаров. Ну, посмотрим сейчас. Ну, что вы скажете? Вы считаете, это красиво? Как-то странненько, да? Ну, необычно, это факт. Значит, вот здесь вот торчат шлейки левчика, чтобы вы знали, я их приспустила, чтобы это выглядело более эстетично. Но если вы будете покупать, то вы должны понимать, что вот тут вот у вас будет лифчик, значит, нужен бесчислеек. Я взяла медиум, хотела взять ларч, если честно, мне он показался не очень большой, но я побоялась, что ларч мне будет вот здесь вот большой, и как бы все это будет очень как-то совсем некрасиво нависать. Если честно, я... Хорошо, что я не звала ларч, потому что даже медиум вот здесь вот как-то у меня болтается. А я, знаете, девушка не самая плоская, плоская, в общем. Ну, как-то, здесь он довольно широкий внизу, и здесь прям вот как-то это все, конечно, ну, смол, мне кажется, бы очень меня облегал. Хотя, может, и нет, не знаю. Ну, вот здесь вот как-то это все так пустовато. Смотрите. Смотрите, как это выглядит. Как-то странно, правда? Как-то странно, и... Не знаю, мне не нравится. Хотя, это что-то необычное, то есть какие-то вот эти вот вырезы, но... Во-первых, у них тупо холодно зимой, да? Это же зима, это же свитер. Не знаю, девочки. Не знаю, девочки. И цвет такой барби, такой барби-розовый. Ну что ж, запечатлим с ее произведения. Это размер мидиум. Стоит он 135 долларов. В принципе, для кос не очень дорого. Но, честно говоря, я думаю, что он абсолютно синтетический. Видите, он такой... Такой... Ну, может быть, хлопок у него есть какой-то. Сейчас посмотрим. Беру свои слова назад. Сто процентный хлопок. То есть не какой-то хлопок, а сто процентный хлопок. И его можно стирать в машинке. В холодной воде. Ну, в общем. Даже немножко, немножко гладить. Ну, хлопковый свитерок. То есть он, собственно, не очень-то и зимний, да? Он только больше весенний, наверное. Поэтому вот эти все разрезы и вырезы в нем присутствуют. Хороший, красивый кардиган. Прямо очень хороший. Очень подходит к джинсам. Посмотрите, как он хорошо. Вот за счет вот этого синего. Очень подходит к синим джинсам. И у него такие хорошие цвета. Серый, горчичный, бежевый. В общем, черный. Ну, вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Пять цветов. Да, сзади тоже сзади. Пять цветов. Так что теория трех цветов девочки не выдерживает никакой критики. Уже давно она не актуальна и не, ну, как бы не работает, по-моему. Потому что здесь пять цветов, и все прекрасно. Правда, единственное, что мои джинсы и мои ботинки подходят вот черное с синим. Ну, как бы вот, может быть, это как-то сглажит. Потому что если бы на мне было еще что-то надето. То есть надо надевать что-то вот под цвет того цвета, что здесь есть. Желательно черный или синий. Я думаю, что если будет горчичный, то это будет too much. А вот когда вот такой вот с джинсами, прям класс. И он такой длинный, классный. Очень мне нравится. Наверное, хороший состав. Сейчас мы почитаем. Подходит к моей шуме. Видите, какой. Сейчас. Вот. Не вписываюсь я в это зеркало. Ну, в общем, короче. В такое зеркало я тоже не вписываюсь. Короче, подходит к моей шуме. Очень даже подходит к моим джинсам. Вообще, к моему сегодняшнему образу. Очень даже, по-моему, подходит. Правда? Да. Посмотрим-ка его цену, размер. Не помню, что я взяла. Смол. Представляете? 150 долларов. Ну, не страшно тоже. И это смол. То есть, вот они очень-очень большие. Ну, в общем, здесь всякие призывы. И вот он приятного качества. Очень. Посмотрим, что за состав. Но я думаю, что у него много всего натурального. Потому что он очень такой симпатичный. Так. В общем, все не так плохо. 38% альпака, 35% шерсти, 27% полиамид. Но, если честно, я думала, что шерсти будут и альпаки больше, а полиамида меньше. За такую цену. Хотя, в принципе, он не такой страшно дорогой, конечно. Для коса 150 долларов это не так уж и много. Поэтому, собственно говоря, в нем присутствует всякая синтетика. Но вот так вот на вид и на ощупь он прямо очень такой-прямо такой пушистенький, хорошенький кардиганчик. Еще один пушистик. Прям такой очень пушистый пушистик. Он трещал на мне, пока я его надевала. Знаете, это статическое электричество жуткое в нем. Он очень пушистый. Я его придерживаю, потому что он тут довольно большой вырез. Я придерживаю свои эти самые сокровища в нем, чтобы никто не увидел. Тоже, вы знаете, очень красивое сочетание цветов. Согласитесь, очень трендово сиреневый, белый и бежевый. Ну, просто супер. Вот умеют они сочетать. Кос очень умеет сочетать цвета. И еще раз повторюсь, тоже с джинсами хорошо. И вот с ботинками хорошо. И длина у него такая. Но он очень большой. По-моему, это тоже смол. И он такой, видите, очень-очень объемный. Вот такой вот. Да. Ну, такой вот он, в принципе, по фасону. Такой он имеется в виду. Хороший, хороший, симпатичный, красивые цвета, очень пушистый. Единственное, что, девушки, вот этот пух, я вам хочу сказать, он красиво выглядит, приятный на ощупь, но он везде. Он в глазах, он в носу, он в волосах. Это какой-то ужас. Это просто, знаете, долго провести, долгое время провести в этом свитере или в этом фатегане достаточно затруднительно. Блин, серьезно, я вся в этом пуху. У меня все глаза в этом пуху. Они налипли на тушь, на ресницы. Кошмар. Кошмар. Мне нужно за вредность молоко платить. А, это медиум. Я извиняюсь, это медиум. Ну, в общем, смол был бы тоже хорош. 250 долларов он стоит, он дорогой. Я подозреваю, что в нем намного больше натурального. Ну, он прям трещит. Вот я вот беру его, он прям весь трещит. Ну, красиво, конечно, но это очень непрактичная вещь, девочки. Так, в нем 68% махер, 32 шерсть. Ну, да, вот он более натуральный, поэтому он более дорогой. Ой, я оттираюсь, оттираюсь от этого пуха. Фу. Девочки, смотрите, красиво. Но, кстати, тоже к моей шубе подходит. Видите как, цвет в цвет. Красивый, но это, так знаете, долго в нем не выходишь. Как же я давно хотела примерить это платье. Все руки не доходили. Я очень рада, что я его примерила, потому что оно мне очень нравится. И я буду об этом знать. Буду ловить его на распродаже, девочки. Очень красивое платье. Значит, я даже угадала с размером практически. Но, во всяком случае, вот здесь вот я очень боялась, что вот здесь вот оно мне будет маленькое. Потому что оно выглядит, что вот здесь вот оно очень узкое. Но нет, я в него застегнулась и даже, в принципе, как бы не сильно жмет оно мне. У него карманы, конечно, есть как во всех косовских платьях. Очень красиво сделан вверх, посмотрите. Видите, какой рукавчик такой, три четверти вот так вот он сделан. И, ну, знаете, вот так вот, если положала руку на сердце, абсолютно положила, мне нужно было бы вот здесь в талии на размерчик больше. Вы видите, у меня вот эти вот защипы, они как-то так, по-моему, они должны лежать. А они вздыбились от возмущения, что их напялили на тельце, которые большевата для них немножко. Ну, будем, как бы, не будем придираться. Вот здесь, да, но не будем придираться. И, в общем, карманы, и, в общем, в целом... А, ну, что хочу сказать. Я думаю, что больше размер, если будет, оно мне будет вот здесь вот велико, потому что здесь оно довольно такое объемное. А вот здесь вот стали, конечно, вот. И вот оно длинное такое, опять же, с моими ботинками. Кстати, прикольно, между прочим. Мне так нравится. Ну, классное платье. Здесь платье очень классное, девочки. Просто, вот, знаете... Ну, мне нравятся такие вещи. Я очень люблю такие вещи. Оно так необычно, вот, оригинально сделано. Красиво. Видите, как? Ну, я живот тянула, честно. Немножко, немножко втянула живот. И оно как будто бы делает очень красивую фигуру, потому что оно здесь немножко расходится. Это в талии узкое, здесь тоже такое широкое, и получается как будто бы такая, знаете, песочные часы. Груша. Не, песочные часы. Потому что оно здесь вот большое сверху. Ну, вот видите. Класс, класс. Просто класс. Решил попробовать померить его с этим кардиганом, потому что цвет вот с этим сиреневым как раз совпадает. Но, если честно, вы понимаете, вся красота в этом платье пропадает. Вся красота вот в этих вот деталях, вот в этом рукаве, когда надеваешь что-то сверху, платье и платье. Обычно совершенно платье. И обычная кофта. Такая платье с кофтой. Такая деревенская тетка. Нет, некрасиво. Это кардиган намного лучше с джинсами, чем вот с платьем или с ёбкой. Нет, не нравится мне. Давайте я вам его поснимаю. Видите, как интересно сделан рукав. Вот здесь вот у него такая защипа. И вот здесь вот у него такая резинка пришита на рукаве. То есть, если у вас ручки такие поплотнее, он так вас очень аккуратненько обхватит. Очень интересно, красиво сделан рукав, конечно. Очень интересно, красиво сделаны вот эти вот защипы на талии. Да, хорошее симпатичное платье. Давайте посмотрим, что я мерила за размер. Я примеряла размер 12, представляете? Ну вот я так и думала. И стоит оно 175 долларов сейчас. Но без распродажи, без села. В принципе, это не тоже не самая дорогая цена для коса. У них, в общем-то, есть вещи подешевле. Так, ну будем знать. 12 размер, 175 долларов. Будем ждать распродажи. Давайте ради интереса посмотрим, еще вам сделано. Как они меня задолбали. Ходят и ходят. Так, значит, что у нас тут? 80% Мадала, 20% полиэстер. Ну такое. Ну ладно. Ну фасончик шикарный. Простимый. Не очень хороший состав. Ну, обычный. Нормальный состав для масс-маркета. Еще одно, ну прямо, очень красивое платье. Девочки, у меня там джинсы. Я их не стала снимать. Мне было неохота снимать эти ботинки, джинсы. Представляете? Снова надевать ботинки. В общем, не обессудьте. Ну ведь не видно же, правда? Платье длинное, все равно не видно. Но ведь джинсы хороши. Горе-блогер. Посмотрите, какое красивое платье. Давайте отвлечемся от моего горе-блогерства. Посмотрим на действительно очень красивое платье. Под грудью отрезанное. Здесь оно, значит, такое сплессированное, как будто бы ткань. Разрез, как вы уже видели. Там видны мои джинсы. Не будем обращать внимания. Интересно, такой рукав регла. И вот тут вот он внизу так подрезан. Рукавчики такие длинненькие. Но я так думаю, что так надо. Прямо размерчик мне подошел. Очень красиво он выглядит, по-моему. Как стыдно, девочки, как стыдно. Ну, давайте не заметим. Правда, красивое платье? Правда, очень красивое. Карманов нет только. У них вообще почти платье есть карманы. В этом нет. Цвет такой красивый, винный, бордовый. Рукав, вот интересный рукав. Фасончик Джульетты такой, знаете, отрезанный под грудью, вот как в тех временах. Платье. И помните, в Джульетте, в тех времена, платья делались вот такие вот, отрезанные под грудью, чтобы женщины изображали себя, как будто бы они в положении. Ну, это считалось очень благородным делом, когда выносить ребенка, поэтому все платья вот были вот такие отрезанные под грудью и такие разгрешающиеся здесь, чтобы придуриваться, как будто бы они беременны. Вот я тоже, знаете, вот там. Мне придуриваться не надо сильно. Я не в положении. У меня там это, обед. Видите, так, хоп. Так, ладно, шуточки. Так, ну давайте смотреть. Это размер 8. Видите, тот был 12, а этот 8. То есть, два размера меньше. То есть, все очень зависит от фасона. Вот, вот такие вот рукава. Здесь вот оно вот так под грудью отрезано. Здесь резинка. У него нет никакой молнии, ничего. Ну, в принципе, вот так вот насквозь его нужно надеть на себя. Довольно глубокий вырез. Эффектное платье. Красиво выглядит. Такое, знаете, ну, достойное, я считаю. А, сколько оно стоит? Давайте посмотрим, забыли цену. 175 долларов. 175 долларов. Ну, так же, как вот и предыдущие. Ну, не страшно. Опять же, это не из самых дорогих платьев. И давайте посмотрим состав. Я думаю, что тоже ничего такого особо натурального в нем нет. Ну, давайте проверим. Так, короче, 100% полиэстер. Странно. Стоит столько же, как то. Ну, там тоже не особенный состав хороший. Ну, вот у них вот эти платья, которые не очень хорошего состава, они натуральны, стоят по 175 до распродажи. Ну, красиво. Красиво. Все, девочки, сегодня такое вот, наверное, короткое получится видео. Не очень длинное, потому что одежды немного. На самом деле, особо пока еще ничего интересного нет. Но, тем не менее, мы не остались без улова. Все. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Всем привет из Канады. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была ваша Дита. Пока мы говорим.